Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера было рассмотрение дела Михаила Ефрема по существу в Пресненском суде 1 сентября. Вы знаете, я отдельно хочу сказать относительно панических настроений, которые сейчас начинают появляться. Люди начинают писать, неужели это конец, что все, конец, хватается за голову и так далее. Да, возможно, приговор будет обвинительным. А что, мы с вами этого не сдали с самого начала? Мы с вами надеялись и верили и хотели, чтобы была установлена истина. Были представлены все доказательства, которые могли быть представлены и представлены так, как представлены. Мы с вами повлиять на это уж точно никак не могли. Мы с вами могли бы влиять это только на обсуждение, на дискуссии, на, собственно говоря, то, чтобы сохранять рассудок и не клеймить Ефремова до приговора суда. Как предоставлялись доказательства, еще раз повторюсь. Те ли пришли свидетели, которые действительно были там. Как оценивать свидетельские показания, когда говорят, что Ефремова узнали по жесту руки. Как оценивать приобщение или не приобщение к материалам дела, в зависимости от того, например, что со стороны защиты ничего не приобщалось, а со стороны обвинения все подряд приобщалось. Это уже пусть разбирается апелляционная инстанция. Мы это можем с вами обсудить, но ни в коем случае нельзя поддаваться упадническим настроениям, ни в какой ситуации. Все дело в том, что необходимо с холодным разумом, очень стойко дождаться 3 сентября, именно завтрашнего дня, принять сторон. Я больше чем уверен, что Добровинский там опять какой-нибудь манифест зачитает, как он на рубль читал, как он сам сказал в конце. Целый манифест, то есть он упивался собственным талантом писать. Но нас никаким образом не должно это волновать. Что бы ни происходило, и сейчас уже начали, еще раз скажу, поговаривать, что вот Пашаев, надо было то сделать, все сделать. Надо оказаться на этом месте и посмотрим, так сказать, действительно кто-то что-то забудет или нет. Кто-то уже начал поговаривать, что действительно нужно было другого адвоката взять. Я считаю, что Пашаев, Эльман Пашаев сделал на данный момент все, что от него зависело, абсолютно все. Для того, чтобы установить в первую очередь, не отмазать, а установить истину по делу. Для меня моя главная была, мой главный запрос был, это не отмазать Ефремова, чтобы кто-то его отмазал, а чтобы была установлена истина по делу. У меня нет ощущения, что она установлена, я скажу честно, это мое мнение. У меня нет ощущения, что все прозрачно, все так, как есть. Может быть это потому, что у меня предвзятость из-за того, что я симпатизирую Пашаеву и Ефремову. Но я объективно оцениваю те доказательства, те показания, которые давали свидетели. Особенно Набокина, которая, еще раз скажу, между асфальтом и машиной Ефремова увидела того, что могла увидеть. По одному жесту опознала Ефремова. Но, вы знаете, мы можем это говорить об этом и мы можем, собственно говоря, оценивать. Но суд также это будет оценивать все-таки завтра. Я не думаю, что судья будет оценивать, собственно говоря, вот эти показания Набокиной, к примеру, которая, в общем-то, практически ничего не видела, а сняла просто это видео. Поэтому давайте не будем поддаваться панике. В любом случае, какой бы приговор ни был, впереди есть апелляционная инстанция. И давайте вспомним слова очень сильной женщины, той женщины, которая мне очень понравилась, сестра Ефремова, которая сказала, что вне зависимости от того, каким будет приговор, значит, мы будем идти до конца. Это апелляционная инстанция и дальше Верховный суд. И она сказала, что, может быть, все-таки кто-то расследует, кто сидел, собственно говоря, за рулем. Учитывая, что специалист, который пришел, сказал, что ему и не надо было осматривать подушку пассажирскую. Но он осмотрел и никаких там следов не нашел, на ремнях никаких следов не нашел. Мы все понимаем, что машина простояла очень долго, следов действительно там уже может и не быть, даже если они были. Может быть, все. Но паниковать сейчас не нужно, я считаю, потому что этим мы делаем только хуже, в первую очередь, самому Ефремову. Потому что все нужно принимать с холодным разумом. Мы делали каждый, так сказать, в миру своих возможностей все, что могли. Кто-то мог просто написать комментарии, кто-то мог снять видео, кто-то мог делать экспертизы, кто-то мог еще что-то делать. Я не состоял ни в каких, значит, там, сообществах расследований. Я снимал, освещал события, высказывал свое мнение. Я ни с кем, ни в каких там, еще раз повторюсь, о каких-то группах расследователей меня не было. Но, наверное, я по делу Ефремова снял больше всех видео. И, конечно, я эту ситуацию переживаю как уже просто практически собственную трагедию, скажу вам честно. Но поддаваться панике, я вас призываю, не нужно. Давайте все-таки с холодным разумом подходить к этому. Мы хотели того, чтобы, значит, все было сделано так, как сделано. По крайней мере, я считаю, что огромная заслуга, что Пашаева люди отстояли и разными путями. И комментариями у Караулова, и письмами многие писали во все инстанции. И ему дали довести это дело до приговора. Дальше посмотрим, что будет. Еще раз скажу, оценивать свидетельские показания со стороны Добровинского, оценивать то, что делала судья и все остальное, это пусть оценивать апелляционная инстанция, Мосгорсуд. Поэтому посыл мой один. Не поддавайтесь панике и ни в коем случае не пишите, это конец, это все. Потому что комментарии читают, мне вчера написали, что видео мое смотрела и в том числе сестра Ефремова. Она, возможно, и ему передает то, что вы пишете, вот конкретно под этим видео, то, что вы напишете. Представьте, если сейчас люди начнут писать, что это конец, вопросы ставить и так далее. Надо было то сказать, это сказать. Давайте придерживаться четкой линии поведения, которая была выработана. Суд состоялся, как бы он не состоялся и как бы мы не хотели, чтобы он состоялся по-другому. Он состоялся так, как состоялся. Завтра премия сторон, приговор, посмотрим, что будет. И дальше, я думаю, что в любом случае, у нас в стране очень много событий, но дело Ефремова мы будем освещать дальше. И я уверен, что Эльман Пашаев будет добиваться всеми законными способами, как он всегда правильно говорит, чтобы справедливость по этому делу восторжествовала. Я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что достаточно большое количество людей начинают все-таки паниковать. И я почитал у других блогеров под видео в комментариях. Люди начинают рассуждать, что нужно было и как нужно было делать в суде. И начинают, в общем-то, хвататься за голову, что все, дадут срок и так далее. Дадут, возможно, дадут. Мы это с вами знали с самого начала. Мы с самого начала с вами знали, значит, собственно говоря, если прямо можно сказать, против кого Пашаев пошел. И надежда у меня лично, она была, как и у всех. Но мы должны с вами трезво оценивать вероятность выигрыша Пашаева и последствия этого выигрыша. И, собственно говоря, обвинительный приговор при том, что вся государственная машина пропаганды была включена на полную мощность. Поэтому не подавайтесь паники. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, ребят, пишите комментарии. Всем пока, до встречи.